Здравствуйте! Делаю маленькую шкатулочку. Она будет служить для упаковки броши, которую купили в подарок. Использую вырубки из тонкой фанеры. Куплена на Wildberries уже давно 12 на 7 сантиметров. Такие размеры. Одна пойдет на донышко, вторая для крышки. На донышке с помощью линейки отмеряю по 3 миллиметра от края. Соединяю в линию. Из тонкого картона отмерила полоски по 3,5 сантиметра шириной. Отрезала 3 штуки, мне этого хватило. Соединила первой полоски концы скотчем. Длина полоски, кстати, соответствует длине линии, которую мы нарисовали на заготовке. Внутрь приклеиваю следующую полоску. Длину корректирую по месту. И затем еще одну. Мне этого было достаточно. Вы можете делать любую толщину вот этих вот стенок. Анатолий. 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 Приклеиваю на донышко и сушу под прессом до полного высыхания. Приклеиваю на донышко. Теперь поработаем с крышкой. Обвожу овал получившийся и убираю пару миллиметров внутрь. Это толщина стенок. Вырезаю полоски 7 миллиметров толщиной. И пока, пожалуй, крышку отложу. Сначала в шкатулочке нужно обклеить внутренности. У меня это мягкий фетр. Вырезаю полосочку 4,5 сантиметра шириной и обклеиваю стенки. А лишний фетр заворачиваю на внешнюю сторону. Делаю донышко. Вырезаю из фетра один овал. И приклеиваю на середину этого овала детали поменьше. Этих деталей у меня будет 4 штуки. Одна меньше другой. Это для того, чтобы донышко было выпуклым. Теперь вклеиваю донышко. И вот только теперь можно и с крышкой заниматься. В шкатулочку вкладываю в вкладыш из картона. Это для толщины. Потом я его просто уберу. Первую полоску склеиваю только концы. Примеряю и вклеиваю остальные полоски внутрь первой. Вставляю внутрь шкатулки и даю высохнуть, чтобы она высохла вот именно в такой форме овала. Тем временем внутреннюю сторону крышки покрываю белой акриловой краской. Наношу я два слоя с промежуточной просушкой. Для декупажа буду использовать обычную распечатанную на принтере картинку. Сначала с помощью скотча ее истончаю. Продолжение следует... И когда она стала уже картинка тонкой, обрываю по размеру и с помощью клея ПВА приклеиваю. Продолжение следует... После высыхания покрываю акриловым лаком. Края с помощью губки окрашиваю в зеленый цвет. Я выбрала цвет фетра. После высыхания снова покрываю акриловым лаком. Теперь можно приклеить стенки крышки. Их я потом тоже окрасила зеленой акриловой краской. Оформляю крышку кружевом. Продолжение следует... Теперь оформляем внешний вид шкатулки. Для этого стенки обклеиваю джутом. Субтитры создавал DimaTorzok В самом низу оставляю не обклеенным примерно 2-3 мм. И сначала приклеила кружево, так же как на крышке, а потом доклеила оставшиеся пару витков, закрывая верхний срез кружева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь оформляю верх крышки и дно шкатулочки. Делаю это джутом. Вы все варианты этого оформления уже видели ни в одной моей работе. Рассказывать не буду. Субтитры создавал DimaTorzok Лентой из двух нитей джута обклеиваю края. Осталось сделать объемные украшения для крышечки. Использую джут двух цветов и бусины. Вот что получилось. Всего хорошего! Всем пока!